доброе утро с вами авиэль станкевич и сегодня у нас 14 каст из серии завтрак с библии в которой мы говорим о слове божьем которым читаем прямо с утра каждый читает по своему плану библию но я все чаще как-то вот сталкиваюсь последнее время со стихами которые так или иначе на злобу дня что называется и на самом деле я сегодня принял решение что я больше не буду эти есть и такое выражение что куда направлен туда куда направлены мысли туда направляется энергия там создаются результаты то есть видимо я слишком много думаю о том что происходит сегодня в мире вместо того чтобы думать о каких-то более полезных вещах и меня постоянно наводит вот на всякие стихи которые ну я считаю что до некоторой степени обличения потому что мне говорят типа все все так и должно быть это не что-то такое сверхъестественное все так и должно быть перестаньте по на эту тему переживать и так далее и вот сегодня я читал экклезиаста и в экклезиаста 8 главе в 11 стихе написано не скоро совершается суд над худыми делами и от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло когда я прочитал как раз сегодня утром мне такая пришла в голову мысли я написал пост в свою социальной сети фейсбуке ну везде как бы во всех социальных сетях на тему того что происходит сегодня во франции что тема франции ни у кого не выходит из головы мне честно говоря тоже потому что ну вы знаете я считаю что то что произошло во франции это полная победа игил над человечеством потому что они добились того чего хотели единственное что пока и франция не называется французским халифатом пока еще это французская республика но дело не за горами я вчера как раз опубликовал на эту тему фильм со статистикой не поспоришь очень скоро европа станет исламским государством полностью исламским халифатом об этом говорил еще муаммар каддафи будучи живым в 2010 году и вот сейчас в интернете появляются там всякие споры на тему почему где бог почему он такое допускает вот сегодня утром это что действительно отчеток собственно ну понятно что когда хозяину ресторана в котором была расстреляна куча народу уже угрожали несколько лет назад и он все остался там он еврей то это его как бы проблема на самом деле душ написано где должны вы где должны жить евреи библии написано где должны жить евреи и где они находятся в безопасности но они вот посчитали что нужно остаться там и на самом деле то что сегодня происходит это еще одно пророчество которое сбывается что бог создает условия для того чтобы евреи приезжали сюда кто сообразит и приедет но я думаю тут спасется кто не сообразит не знаю что будет с ним честно говоря и поэтому когда спрашивают сегодня особенно евреи которые вешают у нас в израиле 600 карактов произошло за последний месяц погибло если я не ошибаюсь не лучше называть цифру 12 человек об этом никто нигде не писал и флаги на свои фотографии не вешал во все израильтяне увешались французскими флагами но бог им судья что называется то есть мы на самом деле что-то делаем не то и спрашивают когда израильтяне где же бог почему он допускает такое я спрашиваю он он там же у вас в головах где и ва ваши флаги израильские вашей страны и я вот когда это сегодня прочитал после этого читал откровения вообще чуть последнее время очень часто читаю откровения мне это очень понравилась эта книга здесь очень много ответов на очень много вопросов начала появляться и 21 главе откровения это уже предпоследняя глава библии написано 4 стиха и отрет бог всякую слезу сочей и смерти не будет уже не плача не вопля не болезни уже не будет ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо эти слова истины и верны и сказал мне свершилось я есть альфа и омега начало и конец жаждущему дам даром от источника воды живой побеждающий наследует все я буду ему богом и он будет мне сыном боязливых и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серым это смерть 2 я думаю что все кто сегодня вершат дела не от бога они поплатятся за свои прегрешения вот когда наступит этот день суда который бог вершит и он не медлит его вершить но всему свое время что называется и я думаю что каждый получит по заслугам по делам своим потому что так написано в предыдущей главе 20 главе и увидел я мертвых малых и великих стоящих перед богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыты которая есть книга жизни и судимы были мертвые по по написанному в книгах сообразно с делами своими то есть об этом повторяется два раза в следующем стихе тоже тогда отдала море мертвых бывших в нем и смерть и от отбили мертвых которые были в них и судим был каждый по делам своим я думаю что вот здесь ответ на вопрос где бог он он всегда на одном и том же месте него не уходил он всегда тут у него есть своя программа и мы живем по его программе но пытаемся постоянно создать куда свою так вот я перестаю создавать свою программу моя задача как написано в евангелие от матфея момент когда иисус покидал этот этот мир то есть возносился и возносился на небеса он заповедовал очень простые вещи и так идите и научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая соблюдать все что я повелел вам и все я с вами во все дни до скончания века аминь и с этого кастом я прекращаю всякие мысли на тему злобы дня я буду исполнять великое предназначение господа проповедовать евангелие и наши наши касты будут исключительно проповедями евангелия не для святых а для грешников поэтому если у вас есть кто-то кого вы хотите познакомить с тем что такое слово божье раздать им эту ссылку приходите на наши касты и будем вместе говорить о евангелии и о предназначении каждого из нас в программе бога по искуплению человечества от греха будьте благословенны пусть у вас будет благословенная неделя много добрых дел таких дел которых которыми мы не не постеснялись бы рассказать перед богом и читайте слово божье самый лучший завтрак это завтрак библии встретимся с вами завтра в 9 30 утра с вами была вирс танкевич завтра с библии 15 номер 15 будет завтра всего доброго библии